Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня речь у нас пойдёт о птицах Куликово поле. Куликово поле это не только всероссийский, даже всемирно известный музей, не только особо охраняемая территория, но и территория, полная жизнью, причём жизнью, которая не просто растёт где-то там в степи и колосит с ковылями, но и передвигается очень активно, поёт, может быть, достаточно пёстрый, из которой мы сталкиваемся практически при любом посещении Куликово поле. Просто иногда, так как мы не привыкли эту жизнь замечать, мы можем не обращать на неё внимания. Речь пойдёт о птицах Куликово поле самым, пожалуй, заметном элементе биоцинозов этой территории, самым заметном элементе её животного населения. Но, насколько я понимаю, большинство присутствующих представляют себе территорию музея-заповедника. Территория эта находится в южной части Тульской области и отличается значительным своеобразием. Часть этого своеобразия достаточно хорошо видна на слайде. Большую часть территории занимает так называемые открытые пространства, где леса практически нет и, казалось бы, животным прятаться тоже негде. Если посмотреть на эту территорию с использованием разнообразных средств анализа, например, в частности, данных по соотношению различных категорий земель, то достаточно хорошо видно, что большая её часть это вот эти самые гладкие, ровные, безлесные сельскохозяйственные угодья, на которых особенность прятаться-то негде. То же самое достаточно хорошо заметно на спутниковой карте, на которой видно лоскутные одеяла сельскохозяйственных угодий различного назначения. Это и засеянные участки, и поля под паром, и зарастающие луговины, в настоящее время являющиеся залежами, ну и небольшие, совсем небольшие лесочки, например, сохранившиеся по балкам и некоторым речным участкам. Где же в этих местах прячутся животные, в частности, птицы, чем отличаются птицы разных территорий, какие они имеют приспособления к жизни на нашем любимом куликовом поле. Если говорить о количестве встречающихся здесь видов птиц, то их достаточно много. По крайней мере, за период проведения наблюдений на куликовом поле это около 20 лет уже регулярных мониторинговых наблюдений. На этой территории отмечено пребывание 140 видов. Ну, достаточно много. На самом деле их немного больше. Почему? Дело в том, что во время миграции, это осенью и весной, когда погода на куликовом поле не очень хорошая, машина плохо проезжает по грязи и все остальное, систематических наблюдений не велось, а в это время через территорию перемещается достаточно большое количество живности. Так что большая часть зафиксированных здесь видов, это те, кто здесь постоянно живут, те, кто здесь гнездятся или те, кто прилетает сюда кормиться в зимний период. Самая многочисленная группа это гнездящиеся виды, то есть те, кого мы с вами видим летом, когда посещаем эту территорию. Самая массовая группа видов связана, конечно же, с открытыми ландшафтами. Это луга, это поля разного типа, это балки, это залежи. Виды, осваивающие эти территории, имеют целый ряд специфических приспособлений, позволяющих им жить на подобных участках, где защитные свойства среды достаточно плохие с нашей с вами точки зрения. Какие приспособления имеет группа птиц открытых пространств или открытых ландшафтов к обитанию в таких условиях? Подавляющее большинство видов гнездятся на земле, поэтому для того, чтобы им где-то жить, нужен сохранившийся травостой. Многие виды для того, чтобы лучше осматривать местность, используют разнообразные присады, как, например, изображенный на верхней фотографии луговой чекан, один из наиболее массовых видов открытых пространств. С этих самых присад, с возвышенностей, которыми могут служить отдельно стоящие кустарники, высокие травы, ну и иногда какие-нибудь палки или столбики, расположенные по окраинам полей. С этих самых присад они осматривают окрестности и оценивают, насколько опасно в данный момент здесь находиться, нет ли близко хищника, например, лисицы, добычи крупной на обозримом пространстве. Еще одной группой приспособлений является покровительственная окраска. Вот целый ряд видов имеет покровительственную окраску. Многие виды овсянок, в частности, садовая овсянка, изображенная на фотографии, перепел, изображенный на другой фотографии. Подавляющее большинство видов очень ловко, кроме того, перемещается в зарослях травы, в том числе высокой травы. Для разных типов открытых территорий, для разных сельхозугодий, как иногда принято говорить в сельском хозяйстве в том числе, характерны разные виды. Но сельскохозяйственные ландшафты наверняка тоже многие представляют. Это и посевы озимых, и территории, занятые посевами многолетних трав, и территории, использующиеся для других целей, и находящиеся под паром в настоящее время. Эти территории отличаются, пожалуй, самым маленьким разнообразием. Самым главным видом этих территорий, самым массовым видом является полевой жаворонок, которого можно видеть парящим над полями, и достаточно хорошо можно слышать его звенящую песню. Вот если вы выходите в поле, то звенящая песня, слышащаяся сверху, потому что поёт полевой жаворонок преимущественно в полёте, как раз сигнализирует о том, что эта территория заселена полевыми жаворонками. Наряду с полевым жаворонком там, где посева достигает достаточно большой высоты, селятся и другие виды открытых полевых ландшафтов. Самые многочисленные после жаворонка из них это луговой чекан, которого мы с вами уже видели, когда говорили о приспособлениях птиц к обитанию в таких пустых открытых ландшафтах, и жёлтая трясогуска, которая в настоящее время, к сожалению, становится всё меньше и меньше. Это один из немногих видов, приспособившихся к жизни в открытых пространствах, который в настоящее время на территории Куликово поле сокращает свою численность. В значительной степени фауна птиц полевых ландшафтов схожа с лугово-пастбищными ландшафтами, использующимися по другому назначению. В настоящее время эти территории имеют достаточно разнообразный облик в связи с тем, что многие из них выпали на десятилетия сельскохозяйственного оборота. Ряд территорий зарастает кустарниками, разнообразным высокотравьем и сорной растительностью, и здесь встречается гораздо большее количество видов, чем в полевых угодьях. Если непосредственно в полях может быть встречено 6, если есть кустарники, 8 видов птиц, то здесь встречается до 15-16 видов. Самым массовым, конечно же, как и в полях, является полевой жаворонок. Он присутствует практически во всех открытых ландшафтах. Поэтому, если говорить о численности птиц на куликовом поле и оценивать общую массу встречающихся особей, то полевой жаворонок – это самый многочисленный вид куликового поля. На лугах по водоразделам очень большого количества достигает, наряду с жаворонком, опять же, жёлтая трясогуска. По склонам балок к ним присоединяются овсянки разных видов, в том числе очень симпатичная на внешний вид садовая овсянка, являющаяся достаточно специфическим видом для Тульской области. Её очень много в лесостепной части, а в лесной части она практически отсутствует. Когда только начиналось изучение куликового поля, и мы стали совершать туда первые экскурсии, мы были поражены многочисленностью этого вида по склонам балок. Так что садовая овсянка – своеобразный вид, индикатор наших лугово-степных и лугово-полевых ландшафтов как таковых. И численность её, в отличие от численности жёлтой трясогуска, на протяжении последних нескольких десятилетий только возрастает. Несколько отличаются среди открытых пространств пойменные луга. Пойменные луга более сырые, на них большее количество кустарников, и на них встречается ещё целый ряд других видов. Желтоголовая трясогуска, несколько видов славок, в том числе камышовая славка, и сорокопуты, в том числе и достаточно редкие для Тульской области виды. В последние годы здесь поселяется чернолобый сорокопут, являющийся новым вселенцем в Тульскую область. Он встречается здесь только на протяжении последних пяти лет. До этого этот вид здесь отсутствовал. На влажных лугах формируется фауна птиц, пожалуй, пограничная и переходная с фауной птиц водноболотных ландшафтов, так как водноболотные ландшафты сами по себе в некоторой степени являются зоной пограничной. Здесь есть участки, покрытые влажной луговой растительностью, и открытые водные пространства. Поэтому здесь встречается целый ряд видов, имеющих приспособления, сходные с птицами влажных лугов. Целый ряд обитателей этих пространств имеет достаточно длинные лапы, позволяющие им передвигаться среди высокой травы. Например, это целый ряд видов куликов. В частности, это кулики-перевозчик, кулик-фифи, который в значительных количествах встречается по берегам рек, на лугах и по неолуговевшим береговым линиям тоже. Целый ряд видов имеет другие приспособления и способен заходить в воду гораздо глубже, гораздо дальше и не так тесно связан с травяными лугами. Это так называемые бродные птицы, можно сказать, те, которые переходят реку в брод. Самый известный представитель этих видов это серая цапля. Чем интересна серая цапля? На протяжении достаточно длительного времени считалось, что серая цапля в лесостепной части Тульской области гнездится исключительно по заросшим берегам водоёмов. Совершенно случайно во время проведения очередного обследования в прошлом году зимой мы наткнулись на место массового гнездования серой цапли на территории Куликово поле. Оказалось оно в лесу, как вообще-то это обычно типично для лесной зоны. Ну и вот все гнездящиеся в этом лесу цапли, там около 25 гнезд, то есть это в начале гнездового сезона не меньше 50 цапель, разлетаются по мелким речкам и озеркам и пойменным Куликово поле, и мы с вами там их периодически встречаем, когда, например, кто-то идёт ловить рыбу, купаться, ну или просто гуляет по берегу реки. Целый ряд видов имеет приспособление к плаванию и гнездится в прибрежных кустарниках. Правда, таких видов, к сожалению, не очень много, так как водные ресурсы Куликово поле оставляют желать лучшего. Под водой на Куликовом поле находится не очень большая площадь рассматриваемой территории. Самый многочисленный вид среди хорошо плавающих видов – это кряква. Кряква гнездится на территории Куликово поле. Кряква встречается практически по всем рекам в небольшом количестве. Есть ещё два вида, связанные с водоёмами и хорошо плавающие. Это камышница или называют её ещё иногда болотная курочка. Вот взрослая камышница и её птенцы, имеющие достаточно специфический внешний вид. Они тоже хорошо плавают, хотя это не утки, и по внешнему виду они тоже слегка уток напоминают. На картинке, особенно когда смотрите, если обратить внимание на птенцов, то бросается в глаза, что птенцы больше как раз похожи на курицу, на цыплёнка, чем на утку. Пальцы не соединены с плашной перепонкой. Вокруг каждого пальца имеется своя собственная перепонка. Так что птица плавает, но птица не утка. Камышницы или болотные курочки, точно так же, как и кряквы, являются водно-болотной дичью, и на них может вестись охота. Но на вкус достаточно вкусные. Все водоёмы, кроме узкой береговой линии, к которой подходит луга с луговыми птицами, имеют ещё одну смешанную, или, как иногда говорят, экотонную зону. Береговые обрывы различной конфигурации. В некоторых местах береговые обрывы представляют собой достаточно крутые особи с разнообразным грунтом. Это или глинистый грунт, но чисто песчаного грунта на этих особях на территории Куликового поля нет. Здесь встречается группа весьма специфичных птиц-норников, многие из которых имеют достаточно яркую окраску. Ряд видов норников хорошо известен большинству посетителей Куликового поля. Это береговая ласточка, которая сама копает норки в береговых обрывах. Остальные виды норники тоже способны сами копать норки. И самыми красивыми среди этих видов норников, заселяющих обрывы, являются золотистые щурки. Пожалуй, самая яркая птица Тульской области, немножко похожая на попугая, это вселенцы с более южных территорий. Вообще, если говорить о происхождении щурок как систематической группы, то местом их происхождения действительно является тропическая Африка. Некоторые виды расселялись к северу, и вот один из видов, золотистая щурка, достиг нашей территории и территории Тульской области в настоящее время. По сути дела, это северная граница ареала щурки золотистой. Ну и кроме щурок здесь встречается еще одна очень красочная птица, это удод. Места гнездования удода очень сильно различаются, и в лесостепной зоне он тоже копает норы по берегам рек, а в лесной зоне он может селиться в дуплах старых деревьев. Ну вот, если говорить о Куликовом поле, в дуплах старых деревьев он жить не любит, ни одного гнезда в дупле старого дерева на этой территории обнаружено не было. Зато по береговым обрывам это достаточно обычные птицы, один из излюбленных объектов наших фотографов-анималистов, которые устраивают постоянные засидки и караулят там как раз щурок и удодов с большим удовольствием, рассказывают про их поведение, совершенно фантастические вещи. Еще одной достаточно значимой для птиц территории, располагающейся на Куликовом поле, являются лесные массивы. Лесные массивы не так велики, это островные леса, но фауна островных лесов в значительной степени отличается от той фауны, которую мы видели на открытых пространствах и на водоемах. Многие виды, связанные с лесами, приспособились к использованию древесно-кустарниковой растительности. Если говорить о видах, связанных с древесно-кустарниковой растительностью, значимой особенностью этих видов является расположение пальцев, позволяющее подавляющему большинству крепко обхватывать ветку. На фотографии с Зарянкой видно, что пальцы расположены под острым углом. Угол между пальцами очень острый, и первые три пальца совершенно без всяческих усилий располагаются вперед, что позволяет без всяких усилий ветку охватывать. Они широко не растопыриваются в принципе, как, например, у птиц, ходящих по твёрдым поверхностям. С древесно-кустарниковой растительностью связано большое количество хорошо поющих видов. Это различные виды дроздов, имеющие сходные приспособления к охватыванию веток. Это, в частности, дрозд-рябинник на гнезде. Это зарянка, про которую я уже говорила. И ещё целый ряд видов, обитающих в подлеске, в кустарниках. Их я сейчас тоже покажу на следующем слайде. Например, это соловей, встречающийся по окраинам лесов. Это славки, являющиеся достаточно хорошими певцами. Среди птицеловов, которые содержат птиц в домашних условиях, имеется своеобразная классификация птиц, связанная с качеством их пения. Первое место среди хороших певцов бесспорно принадлежит соловью. Что касается тульских соловьёв, заселяющих окраины леса, и ещё целый ряд кустарниковых мест обитания. Для тульских соловьёв, в том числе для соловьёв Куликово поле, характерно достаточно хорошее пение. Вообще пение соловьёв оценивают по количеству коленцев в песне. Коленцы – это отдельные слоги, которые соловьи повторяют друг за другом, сплошным потоком, количество слогов в песне. Самыми хорошо поющими представителями считаются курские соловьи, у которых в песне насчитывается до 12 коленцев. За нашими соловьями мы тоже считали. Но, пожалуй, самые хорошо поющие соловьи Куликово поле имеют в песне 9 колен. Как видите, от курских ушли недалеко. Лучше всего поют старые соловьи. Соловьи учатся петь на протяжении жизни. Молодые соловьи имеют меньше колен в песне. Так что будете на берегах Куликово поле, можете попробовать посчитать количество колен у тех соловьёв, которые вам встретятся, и даже примерно прикинуть их возраст. Вторым по качеству пения считается один из видов дроздов. Это певчий дрозд, тоже обитающий в лесных угодьях. Третий по качеству пения – это славка. Сейчас к славкам мы тоже перейдём. Ещё одним приспособлением, характерным для лесных птиц, является приспособление к сбору корма в подвешенном состоянии. Многие мелкие представители воробьиных, обитающих в лесу в разные сезоны года, могут подвешиваться к веткам вниз спиной, даже вниз головой. Очень часто это встречается, например, из птиц, живущих на Куликовом поле на протяжении года, у синиц. У птиц, встречающихся в другие сезоны, у чечёток. Вот как раз чечётка, которая кормится семенами берёзы, подвесившись вниз спиной и вверх ногами. В лесу есть группа птиц-ствольников, которые передвигаются преимущественно по стволам и имеют соответствующие приспособления для этого. Это дятлы, пищухи и поползни. Вот, например, пищуха, в отличие от птиц, которые сидят на ветках, подвешиваются к веткам, они имеют иное расположение пальцев. Посмотрите, пожалуйста, все далеко сидят, наверное, видно плохо. Два пальца вперёд, палец сильно отвернутый назад. Дятел, два пальца назад, два пальца вперёд, как клешня. Ну и ещё у них жёсткий хвост. Вот если бы у нас с вами была птичка или тушка, мы бы его потрогали. Но, к сожалению, картинка не даёт возможности потрогать, но у пищухи видно, что она на него опирается. Они опираются действительно на хвосты при ползании, дятлы опираются на хвосты при долблении. На фотографии один из видов Красной книги России, достаточно часто встречающийся в лесах Куликово поле, это средний пёстрый дятел. Так что помимо видов совершенно обычных, здесь есть виды и достаточно редкие. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова